Месяц в Никусе был, мы распереживали, что ребенок очень мало ел, но видно было, что ей уставало, хотя не плакала, все время улыбалась. Решили обследоваться, думали, может быть что-то неврологическое, позвонили невропатологу, записались в военно-медицинскую академию. Мы объяснили, что хотим проверить все по максимуму, чтобы у Жени возникало вопросов. Началось в связи с сердцем. И сразу этим же и закончили. Началось это с рождения, она родилась, и в три месяца обнаружился порог сердца. Помимо порога сердца, легочная гипертензия. И вот нам в первой городской больнице сделали сужение легочной гипертензии, после чего сказали, что лет в шесть придется делать вторую операцию, уже на сердце, закрывать порог. До двух лет ему поставили диагноз тетрадофало. Вот родился с порогом сердца. У него была операция в два года. Не знали, что делать, не знали, кому идти даже, вот просто, как бы, куда обращаться. Мы сказали, что нет, консультацию мы больше проводить не будем. Мы вам отдаемся, доверяем, как бы, все. Вот-вот она может, просто сердце не выдержит, у нее было очень сильное давление из-за легочной гипертензии, что сердце не выдержит и может наступить в любой момент летальный исход. Шансов, мне сказали, очень мало. Практически 90%. Вот давайте, говорит, как он, прямо говорили некоторые врачи, пусть он еще поживет. Я понимала, что если не прооперировать ребенка, то он погибнет. И через день уже была назначена операция, прооперировались. Вот только после этого, видимо, начали осознавать вообще сюжет того, что происходит. Надо было срочно оперировать уже, либо опять сужать, либо, ну, как бы, рисковать. И вот, что получилось в итоге, как бы, рискнули и сделали операцию уже полностью. И гипертензия ушла, и сердце вылечили. Нам повезло, просто очень сильно повезло. Мы уже отчаялись, не знали как. Но тут, наверное, я не знаю. Операция прошла успешно, она почти 12 часов шла. Я удивляюсь, вообще восхищаюсь, вот, мужеством, профессионализмом Павли Фоктера. Потому что брать такую ответственность, при такой рискованной ситуации. Это страшно, это очень страшно. Потому что ты видишь, и тут зависит жизнь ребенка. И 50 на 50 сможет, а не не сможет. Как бы, здесь уже просто дело случается, не знаю. Операция прошла, вот, и Сергей Павлович, и Павел Фоктер, они постоянно наблюдали этого больного после операции в реанимации. Они сразу ребеночка забрали, можно разрешили звонить, номера дали. То есть и на пост реанимации разрешали звонить, держали в курсе всего. Любые вопросы, хоть два-три раза в день я могла позвонить. Они могли сказать, в каком ребенок состоянии, что сейчас делают, что уже сделали. Она будет здорова. Нам сказали, она будет здорова, она уже, все, она здорова. И уже через год, все, мы уже видим, что нет, ни следа не осталось от этого тяжелого порока. Просто мы, вот, у нас не хватает, наверное, чувств, благодарности, слов, наверное, одни эмоции. Чудо, да, никто не ожидал. Здоровье всех здоровых, здоровье всех здоровых. Что, да, действительно, все утверждали, что этот человек, эти врачи, от Бога. То есть, вот так вот. Продолжение следует...